Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас завтрак и снимаю я действительно утром. Только что встала, накрасилась. У меня просто сегодня есть дела, которые я должна сделать. Я решила с утра снять мукбанг, а потом пойти по делам. Итак, что у нас на сегодня? Все это, всю эту красоту, начнем с того, что приготовила моя мамочка. Мама сказала, что давай сделаю тебе сюрприз, классный стол. Рецепт на вот эти вот штуки у нас есть на iCook. Я вам обязательно оставлю ссылочку внизу в описании к видео. Это лаваш, внутри которого творог. И сыр еще, кстати, очень вкусно получается. А все остальное я записала, чтобы не забыть. Это блины с сыром и с укропом. Они не нуждаются в начинке. Давайте сразу попробуем. Макаю сметану. Рецепт тоже у нас есть. Сыра прям много мамы добавила. Я искала, что заказать, что приготовить вчера вечером. И мама такая говорит, давай я тебе сделаю сюрприз. Я говорю, как? То есть я не буду с тобой согласовывать, что, как буду готовить. А ты просто с утра увидишь все это. Я говорю, мамя, а может, ты приготовишь что-то такое, что я вообще не люблю? Мама улыбнулась. И говорит, я тебя всю жизнь знаю. Я прекрасно знаю, что ты любишь, а что ты не любишь. Такой вот эксперимент будет. Я согласилась. Вот это вот все. Начинает кофе. Заканчивая сметаной. Все это сделала мамочка. За что ей огромное спасибо. Потому что я сегодня спала всего 3 часа. Никак не могла уснуть. А утром рано вставать. Дела, которые, к сожалению, отложить я не могу. Рецепт на вот это у нас, по-моему, 200 тысяч набрал. Короче, быстро, легко, а самое главное, вкусно. И вообще, очень люблю рецепты, которые легко готовятся. Конечно, есть люди, которые обожают готовить. Готовы это делать постоянно. Но я не из тех людей. Итак, давайте дальше. Вот эта штука, это косодилия в лаваше. Внутри здесь мясо, лаваш. Выглядит это все дело вот так, хрустяще. Чем-то по вкусу напоминает чебуреку. Ну, а здесь еще кусочки картошки и сыр. Один раз я пошла в гости к подружке. И она просто взяла, нарезала зелень, посолила, обернула в лаваш. Отправила в духовку, буквально это занимало минут, наверное, 5. И получилось настолько вкусно. Так что все блюда, которые готовятся из лаваша... Я даже увидела рецепт, как лазанью готовят из лаваша. Просто выглядит обалденно. Я еще не готовила. Смотрю блогера. Она американка, живет в Америке. Вот я заметила, что они вообще особо не запаривают насчет готовки. Все там полуфабликация. Пока можно, пью горячий кофе. У меня в голове зародилась идея, что надо чуть-чуть добавить кубы. Они у меня конкретно сдулись. Сейчас, понятно, я делала контур, помада. Но я уже губы не колола 2,5 года. Даже, мне кажется, чуток побольше. То есть, очень давно. Вы знаете, я как бы немножко сомневаюсь, стоит ли это делать или нет. Потому что я заметила, что в последнее время все стараются выводить филеры. В лицо очень сильно отекает. У меня есть знакомая, которая делала себе скулы, углы джоли. И сначала это выглядело просто, просто отпал в башке. А сейчас просто лицо отекает. Поэтому мой косметолог, даже если вы хотите и настаиваете слишком часто делать себе губы, скулы и все остальное, она это не делает. Понятное дело, что если человек, например, хочет сделать эту процедуру, этот косметолог не делает. Но обязательно пойдет к другому, который обязательно за деньги это все сделает. Сейчас все больше и больше я вижу в ленте, что все выводят препараты. Нам со стороны вообще, точнее, людям со стороны всегда виднее. Вот мне в комментариях всегда писали, что ты плохо делаешь себе ногти. Ногти кривые и так далее. И вот сейчас я смотрю на свои ногти. И я понимаю, что сейчас они гораздо аккуратнее, гораздо правильнее архитектуры ногтей. Нежели их делала я. Когда мне об этом писали, вот честно меня это обижало. Мне казалось, что люди просто придираются ко мне. Еще знаете, что хорошо? У меня вот сестра Двирна живет в Саратове. И она говорит, да и вообще слышала от других, что, например, любой дизайн дополнительная оплата. Не знаю, сломался у вас ноготочек, это доплата. Чуть и не каждую стразу мастер маникюра считает и добавляет к стоимости. У нас такого нет. У нас есть плюс-минус приблизительная стоимость этой процедуры. Делаешь ли ты однотон или делаешь какой-то дизайн, но не считая суперсложный дизайн и френч. За френч я заплатила дополнительно 5 монат. Это что-то в районе 3 долларов. Это за френч только. А если какие-то там слайдеры, стемпинг, все это входит в стоимость. Здесь у вас что-то там сломалось, к примеру. Например, я пошла к этому мастеру, и мне даже за снятие чужой работы не взяли деньги. Так что вот так. Это удобно. Понятное дело, если ты хочешь там экстра какие-то длинные, супер-крэйзи дизайн, ручная роспись и все дела, понятное дело, что за это нужно будет платить. А так, в общем, я говорю. У меня еще, знаете, столько гей-лаков осталось, которые я выбросила. У меня, наверное, где-то около 20 гей-лаков я вчера выбросила. Вот нам кажется, делая сами себе маникюр, мы экономим. На самом деле нет. Просто тут есть во мне вот эта творческая составляющая. Всегда хотела работать в бьюти-сфере. Я создала YouTube-канал, чтобы самовыражаться. Просто у меня порой такое ощущение, что это мне не дано. У меня вроде уже сколько лет я крашусь. Нормально не могу нарисовать стрелки. Вот я свои гей-лаки оставила. Какое-то скучно будет. Буду, не знаю, маме делать. Я вот это дело очень люблю. Вот честно. Просто у меня не очень хорошо получается. Дело, мне кажется, тут не только в опыте. Потому что люди, которые начали этим заниматься гораздо позже, чем я, у них это получается гораздо лучше. К сожалению. Надо делать на дому. Я, честно, не очень люблю ходить на процедуры домой. Потому что я чувствую себя безумно некомфортно. У меня осталась травма после того, как я ходила к репетиторам. Я была на английском. И постоянно учительница по-английскому на нас кричала. Каждый раз, когда она кричала, заходила ее мама и начинала еще кричать на нас. Вот вы вводите мою дочь на эмоции. Она на таблетки больше деньги тратит. Я вам рассказывала эту историю. В общем, не люблю я домой ходить. Просто она живет очень близко ко мне. Мне буквально пять минут пройтись до нее. Плюс еще то есть ее домашние заходят из другого входа, а клиенты заходят из другого. То есть это первый этаж. И она вот где балкон сделала такой вход и вы заходите совсем с другой стороны и можно сказать не контактируйте абсолютно никак с ее домашними. Спокойная атмосфера и все дела. И самое главное, вы знаете, когда она пилит или что-то делает, мне совершенно не больно. Обычно вот главная проблема у меня очень чувствительная ногтевая пластина. Вот куда бы я ни ходила, мне постоянно жжет, мне постоянно больно. И она, прикиньте, просто сама научилась делать ногти. Не ходила ни на какие курсы. вообще просто чисто по ютубу начала делать свои дочери, себе туда-сюда, а потом видит, что очень классно получается. Потом приходят там подружки, дочери, потом какие-то родственники приходят, а потом она уже через сарафанное радио так вот развела. Но делает действительно очень хорошо. Вот честно, супер просто. Идеальное покрытие. На самом деле очень вкусно, но все очень жирно и я уже наелась, так как утром снимала, утром у меня особо аппетита не бывает. Но по-разному бывает. Иногда бывает прям голодная, просыпаюсь, надо бывает не очень. А вам в свою очередь хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Кстати, совершенно не видно мою прическу, а я так старалась. Сейчас жирными руками буду трогать свои волосы. Посмотрите, как красиво. Я сделала четыре хвостика и накрутила волосы. Я вам честно скажу, это очень красиво, но на видео ничего, к сожалению, не видно. Не видно моей кудряшки, не видно, как аккуратно все это лежит. Я вот вроде стараюсь, иногда люди пишут, Айка, тебе уже не 15 лет, что за хвостики и так далее. Почему я, например, в 50 не могу сделать хвостики? Ну вот почему? Почему в 80 я не могу сделать хвостики? Кто об этом сказал? Я просто взяла вас, заблокировала и продолжаю делать хвостики. На этом все. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok